Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий, вообще, а и стратегическим жевжиком в частности, моим любимым. Вы видите, слышите верховного жевжика планеты Земля, Алексея Халецкого, и смотрите продолжение прохождения Old World Древнего Мира за Египет. Что мы тут вообще делаем, я рассказывал в первой серии, так что если случайно наткнулись, переходите к первой серии, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры всей серии видят сразу, большое спасибо вам за поддержку, если хотите поддержать канал, то становитесь спонсорами, конечно же, тоже ссылка в описании, в прикрепленном комментарии, как это сделать. Ну что ж, продолжаем, Семат Поселенка, так, тут мы фигачим армию, тут мы фигачим поселенцев, потому что и сюда надо ставить, и здесь мы будем еще размещать наши армии, фигачим, чтобы тут, в общем-то, все и зачистить. И строим Зиккурат Великий. Появилась Берема, я вот сейчас думаю, ну это мы наукой нашли, я вот сейчас думаю, что, конечно, вот тут не очень удачно, лучше бы она тут появилась, в Средиземном море, потому что тут не особо много куда плавать ей будет. Но все равно поплаваем, все равно поплаваем. Ведь тут конец карты, в общем-то, мне ее уже никак не перекинуть. Да, я неудачно, я потратил кучу науки на то, чтобы получить Берему, которая никуда уже не пойдет. Это я зря, короче, сделал. Так, тут у нас есть генерал, тут тоже есть генерал, пока стоим ждем, чтобы... Так, тут это я уже вылечил, что ли? А, у нас закончились приказы. Кстати, вот у нас большая проблема с приказами. Мне бы пастбище открыть, потому что каждое пастбище дает тоже приказ. Или пол приказа, по-моему, но тем не менее. Принцесса Эсенхебис, теперь достаточно взрослая, чтобы пройти обучение у придворного. Ну, давайте, наверное, философию изучать, науку. Я надеюсь, что к тому моменту, как она станет, она может стать тактиком, фанатиком, судьей, строителем или ученым. Ну, я бы философию открыл. Ну, и там плюс, главное, к науке будет во всем этом. Так, два хода до Зиккурата, три до Поселенца. Тут пока... пока беремой плаваем. Слушай, тебе интересно, а на содержание беремой мы что же что-то тратим? А вот три дерева. Не наберему ли как раз? Три дерева. То есть я каждый ход 7 монет, считайте, плачу за содержание, потому что у меня нету дерева, соответственно, это покупается все параллельно. Но вот минус 2 юниты, это 100% вот эти два... ...мечника. Блин, походу, знаете, дерево, наверное, тратится на скаутов и на беремо. Давайте я посмотрю. Нет, разведчики дерево не потребляют, потребляет беремо две штуки, два дерева. А что еще одно потребляет, я без понятия, честно говоря. Разведчики, я точно проверил, не потребляют. Я не знаю даже. У меня написано три дерева. Странно. Так, давайте, наверное, какие интересы пособираем. Скаутом этим. Вот тут соль. Блин, боюсь подходить прям. Не, нормально. Куда-нибудь сюда спрячусь. Отсюда дальше пойду туда. Да, ну вот все Красное море вот здесь. Но будем, конечно, держать, и мы можем использовать беремо для быстрого перемещения по этому Красному морю. С другой стороны, блин, два дерева в ход. Это восемь монет в ход. Это десять процентов вообще от моего всего этого. Блин, наверное, все-таки надо расформировать беремо. О, круто, что он сюда подошел сам. Принцесса Эсен Хэббис и ее друзья нежеланные на видных светских городских приемах. Поэтому они проводят деньки на ближайшем рынке в компании эрудированного сапожника и его компании купцов-философов, изучая философию и искусство дебатов. Несмотря на то, что в академических кругах не признают подобное учение, Эсен Хэббис находит такой опыт невероятно ценным. Так, в школе всему не научат, получают новый статус. Остроумная, смиренная, праведная или рисковая. В следующем ходу. Или дисциплинированная. А царица становится дотошной. Все города новые, новые юниты, пехота плюс 50 очков. О, давайте дотошной. Так, герцогиня Хаджипсут пускай изучает политику. Так, ну что? Я сюда могу пройти? Могу. Не должны вроде убить. Вроде буду атаковать через реку, получается. Но двумя юнитами точно надо проатаковать. Так, идем. Сначала этим атакуем, потом этим. И царица повышается. Это становится либо свирепой, плюс 10% против пехоты. На городской. Ну, на городской, конечно, тоже прикольно, потому что варварские эти лагеря в городских клетках стоят. Либо просто мудрость глобально получить. Плюс одна наука. Давайте, наверное, мудрость. Насчет наукой так себе. Так, этими походили. И два очка перемещения осталось. Давайте вот беремый тут. Доездим. Я, наверное, все-таки расформирую ее. Ну, слишком, слишком большие. О, так это вообще три она даже потребляла, а не два. А почему тогда три? Почему два написано было в... В олд-ворлдопедии. Блин, я... Короче, я кучу реально зря потратил науки. Не надо было открывать ее. Да, исчезла бы карточка и все. Просто я вообще не сообразил. Я же знал, что тут закрытая территория будет. Я знал, что она именно здесь появится, берема. А не в Средиземном море. Свершилось. Великий Зиккурат станет вечным наследием нашего народа. Символом его нынешних достижений и будущего величия. Легитимность плюс два. И сам Зиккурат дает плюс четыре культуры. И глобально плюс двадцать цивиков входа. Ну, это круто, кстати. Двадцать цивиков вход. Сможем какой-то закон принять. Или вообще на государственную религию. Так, строим монастырь. Вот предлагают здесь построить. Кстати, я согласен. Пустыня как раз. И рядом монастыри будут давать бонус от рощ. А роща как раз вот на этой, на благовониях можно будет построить. Так что тут строим. Но надо будет купить дерево. Собственно, двести семь монет на это тратим. Зиккурат построен. Значит, следующие чудеса уже требуют развивающейся культуры. Ни Уассет, ни Абур. Никакие мои города еще не дошли до этого. Так что я думаю, реально можно будет потратить на... На основать, принять государственную религию. Сколько там будет? Четыреста стоит? Четыреста. Да. Следующим ходом примем государственную религию. Так. Ну давайте каменоломня. Дальше каменоломня. В этом городе последователи манихейства. Что там они еще быстро делают? Городские улучшения. Монастыри и храмы плюс 100% ресурсов. Во время производства последователей. Давайте еще последователя тогда делать. Потому что нам надо распространять религию. А, при распространении религии последователи исчезают. Так, ну и тут надо проатаковать все-таки. Убиваем. Я могу купить еще приказы. Приказы стоят, но я, наверное, просто постою здесь пока. Они должны вроде убивать этого юнита. Хорошо, заканчиваю ход. Сейчас еще один воин. Мне надо будет, конечно, все приказы скорее на воинов тратить сейчас, чтобы вот зачищать. Блин, я думаю, что... Ай-яй-яй. Больно. Так, вот этого надо будет отвезти. Греки висячие сады заканчивают. Деревни надо открывать полис. И деревни строить. Я думаю, может, этого поселенца сюда уже везти. Мне кажется, мы должны здесь... Так, генерал можно добавить. Кого мы добавим? Аминхотепа. Плюс 6 катаки и 6 очков опыта каждый ход. И плюс 20%, когда такой же юнит. О, вот этого надо, да. Плюс 20%, когда такой же юнит. Вот, вот ставим сюда. Нет, смотрите. Так, надо придумать как-то. Во-первых, этим надо отойти. К сожалению, мы не можем поменять их местами, по-моему. А, не, можем. И что, это за один приказ посчиталось? Отлично. Так. Так, теперь этот у нас Аминхотеп. Вот даже для сравнения... А, тут не получится проатаковать. Ладно. Просто добавляем Аминхотепа. Этим атакуем. Этим лечимся. В миниферии теперь прачников делаем. У нас уже камни завались. Так, принимаем манихейство как государственную религию. Ну, наверное, еще поселенцев тут строим. Или охотника сначала сделать. Видите, плюс 0,5. Давайте сначала охотника. Уже 9 ходов. Долговато. А в этих... В семье Саитов, земледельцы... Ну, все сельские специалисты на 50% быстрее строятся. Так, и два приказа осталось. Значит, у нас поселенец, либо рабочий. Ну, наверное, поселенцев подходим. Туда. Все-таки туда пойду. Тут это место под город никуда не денется от нас. Никуда. А вот тут надо занимать быстрее, пока... Варвары не убили. Так, пока так. Из встреченных, видите, я на первом месте по очкам. Но это только за счет того, что у меня 2 очка, считайте, за чудо. Я думаю, что греки нас опережают. Потому что они тоже что-то построили. От принцессы Эсенхебис приходит письмо, в котором она описывает свое обучение. Долгие часы занятий, тренировочных дебатов с учениками и преподавателями, ночи, проведенные за изучением небосвода. В конце письма есть приписка. Если можно, я бы хотел купить кое-какие принадлежности для более глубокого изучения некоторых тем. Конечно, отправим. Травница, плотничиха или образованная? Плотничиха, наверное. По-русски правильно. Ну, давайте. Надеюсь, образованной станет. Так, группа манихейских паломников из Ассирии направляется в священный город Абджу. Согласно нашим разведчикам, их очень много. Целые семьи путешествуют в надежде благословить в Абджу своих новорожденных. Такой наплыв народа вызывает опасения и, несомненно, приведет к трудностям. Ну, давайте, наверное, дополнительное снабжение направим. Со Ассирией в хороших отношениях будем. Ну, пока денег-то дофига, почему-то не использовать. Так. Так, вроде пока неплохо. Вот это, конечно, такие фермопилы у нас практически. Так. Сколько у нас? Три. Нам пока рано прям по селенцам уже идти, так что давайте, наверное, все-таки рабочего использую и ферму тут построю. Каменоломни там строятся всеми. А, не хватает дерева, надо покупать дерево. Блин. Пока, кстати, самая дорогая еда. То есть, ну, тут цены меняются в зависимости от того, сколько продают или сколько покупают. Так вот, больше всего сейчас покупают еду. А у нас самая плодородная земля, я думаю, из всех игроков должна быть, во всяком случае. Повысить юнит пять раз. Ну, еще два повышения, я думаю, мы тут завоюем. Образованным стало наше. Плюс два к мудрости. Отлично, очень мне нравится это дело. Зароастризм устанавливает теологию формализм. Так, подходим сюда. Атакуем сначала этим, потому что это не через реку. Видите, вот это через реку меньше урона наносит. Так, и этим через реку атакуем нормально. А этим сюда и вылечимся. И вот поселенец два хода подходит. Вот это два года написано, это появится, новый варвар тут появится, нового юнита произведет. Я не успею до этого момента разрушить, но я убью следующим ходом явно этого и пойду зачищать эту территорию. И вот отсюда куда-то варвары подевались. Хотя, в принципе, я одного убил. Ну, выглядит так, что мы тут нормально сейчас поставим. Да, кстати, когда вы специалистов делаете, тут присоединится вот эта территория. Специалисты расширяют территории городов. Персия обращается в зороастризм. Рим завершает строительство оракула. По улицам Оассет идут воины, тащат со собой юную пленницу. Несмотря на бесцеремонное обращение, девушка высоко держит голову, явно демонстрируя благородное происхождение. На допросе пленница заявляет, что она дочь убитых царя и царицы. Она выросла при дворе и была схвачена во время нападения на ее город. Клеопатра Селена Красноречивая придворным министром делаем. Ну, давайте сделаем. Почему нет? У нас при дворе пополнение придворный министр Клеопатра Селена. Нам, правда, некуда их еще пока размещать. О, ваша супруга наместник в Оассетии уровень получил 49 лет Ловчий. Лагерю и сетям плюс 100% ресурсов. Но у нас есть лагерь. Праведный уменьшает несчастье. Я бы, наверное, праведный все-таки брал. Давайте глянем, что там по несчастью. Ну, везде должно быть большой плюс, потому что мы на самом высоком уровне сложности играете по плюс 13. Я бы, наверное, все-таки праведным его делал, чтобы не так быстро несчастье накапливалось. Так, тут убиваем. И уровень, видите, получил сейчас. следующим ходом только мы сможем. Так. Через реку, через реку. Тогда я лучше сюда становлюсь. И сюда. Так. Так. Одинаково абсолютно атакуются. да. Больше пока приказов нет, поэтому у нас рабочие пока... Ага, здесь мы сделали манихейского священника. Просто думаю, ну, этим мы пойдем сюда распространим. и у вас... Так, у вас эти 100% поселенцы делаем. Вот, видите, добавилась территория вокруг. Наверное, все-таки еще последователя сделаем. Сейчас тут появится варвар, но это в конце хода он, по-моему, не сможет сразу атаковать. Я не помню, честно говоря. Но в любом случае мы этот лагерь следующим ходом зачищаем. Да, видите, появился в конце, не атаковал. Хотя отношения с Ассирией ухудшаются, вы застаете Хадшипсут за пристальным изучением ассирийского текста. Ее настолько захватили эти истории, что теперь она выискивает существующие переводы и даже пытается учить язык. Но я бы взял, что у культуры не должно быть границ. А, слушайте, читать все, что хочет. Плюс мудрость. Давайте плюс мудрость сделаем. Подождите, но она не наследница, да? У нас Эсенхебис. Нет, это давайте у культуры не должно быть границ, пускай плюс 30 культуре возьмем. Вам снова доложили, что ваша наследница принцесса Эсенхебис обижает свою сестру герцогеню Хадшипсут. Если это продолжится, герцогеня Хадшипсут может замкнуться в себе. Как вы разрешите семейные трудности? Давайте уважать тех, кто ниже ее по статусу. Плюс одна харизма, минус одна отвага, правда, но... Я просто надеюсь, да, Витя может перести к будущим событиям. Я боюсь, что у них будет между собой, тогда, когда она придет к власти, там, может быть, Хадшипсут захочет ее свергнуть. Так что, пускай уважает. И равнодушные граждане Оассет вызываются помочь в обороне города. Воля у них в избытке, им нужно лишь руководство. Это вот за счет того, что Оассет перешел на новый уровень культуры. Можем стены построить. Давайте стены построим. Вообще бесплатно, мгновенно, как бы сейчас. И мы здесь можем уже строить чудеса, значит. надо посмотреть, сколько нам там надо накопить всего. Так, давайте вот царицей убьем. Просто захват этих лагерей варварских может привести к бонусам всяким. но в данном случае так не получилось. И подходим. Я бы, наверное, уже сразу основывал город. Не хватает очков, не хватает приказов, но мы можем купить. У нас муштры хватает. Покупаем. А теперь вопрос. Мне кажется, надо этим священников. что видите, куча куча пустыни. Я думаю, что город священников надо брать. А вот здесь у нас будет город рамесидов, всадников. Вот оттуда могут нападать. И соответственно здесь мы поставим город саитов, земледельцев. Хотя тут тоже есть пустыня, но тут ее намного меньше, чем возможная пустыня здесь. первопроходится ЗАУ. Все, я начинаю с рабочего. так, ну я думаю, что сейчас самое время как раз лайк поставить этому видео, написать какой-нибудь комментарий. Вроде Египет развивается под моим руководством неплохо. Если вообще очень нравится, то можно и спонсором канала стать, поддержать, так сказать, денежка, или супер спасибо просто оставить. Это как донат, только не в стриме, а вот в таком вот записанном видео. В любом случае, лайк, комментарий не забудьте обязательно. Спасибо, что смотрите. Зороастризм уже все теологии принял, по-моему. Генерал погиб на службе. Блин, он старый был. Теперь, когда принцесса Эсенхебис завершила свое обучение философии, чем она займется? Она будет либо фанатиком, либо судьей. Напоминаю, что она у нас будет следующей королевой, поэтому смотрим именно лидером. Будучи лидером мнения за религию плюс 60. Города с государственной религией может совершить ускорение производства за муштру. А судья, будучи лидером, можно сменять законы за 100 цивиков, может открывать новый уровень улучшений и может устроить прям вот при дворе по-моему классная штука. Наверное, судьей давайте ее сделаем. Чтобы показать, что манихеи поддерживают царский рот, в дворце появляется матриарх Нефертария-младшая. Она предлагает прилюдно благословить принцессу Эсенхебис. Когда-нибудь она станет правительницей Египта величайшего оплота манихейства. Матриарх интересуется, как еще манихеи могут подготовить принцессу Эсенхебис к возрождению на престол. Что вы попросите? Духовное наставление становится набожной плюс харизма и муштра и храбрость. Научиться у манихейских мудрецов плюс мудрость или вдохновлять людей так же, как манихейство вдохновляет своих последователей. Плюс два за уровень культуры. Мне кажется, стоит вот это брать. Потому что это очень-очень-очень сильный прирост культуры будет. так, сейчас у нас 13 приказов. Давайте тут вылечим, тут проатакуем. А, подождите, а где у нас был? Тут повышение есть. Давайте я его повышу сначала. Суровый. Наверное, суровый возьмем. Плюс 10% если повреждения получены, а не получены. А здесь я бы генерала сначала добавил. Плюс 21% или вот эту Клеопатру Красноречивую. Ладно, давайте вот эту. Так, кто прошущее лет нашей королеве? 48. Но пока держится. Так, 10 приказов осталось. Теперь в столице мы уже можем чудо строить. Давайте посмотрим, какой некрополь. 900 камня, 200 цивиков. А вот 300 железа, 600 камня. Вот это вполне ворота Иштар. Давайте ворота Иштар. Можно строить везде, невозможно заменить. По завершении все города плюс 100 культуры. Тем более он плюс 1 еда и плюс 6 культуры вход. Так, а если везде, так можно на пустыне построить? Давайте посмотрим. Сюда просто перейду глянуть. Требуется прилегающий центр города. Не дочитал. Нам нужен центр города. Вот на этой засушливой равнине надо построить. А, стоп, это не центр города, это гарнизон. Кстати, я в Абудже еще гарнизон не построил, вот что я хотел. Давайте наверное сначала вот здесь гарнизон построим. требуется один действующий закон, факт, у нас еще и законы не приняты. Но это кстати изменилось, это явно в каких-то патчах появилось, раньше гарнизоны не требовали действующие законы. В каких-то из патчей. Так, ладно, рядом с центром города, ну наверное сюда тогда ворота Иштар. Потому что тут надо будет ферму строить 100%, и здесь ферму просто на Ниле находится это все это плюс к еде. Так что сюда. Хорошо, что я здесь не построил каменоломню. Так, ворота Иштар 1266 денег. Ну давайте наверное подождем следующим ходом. Так, этот распространяет религию в минифер. Мы тоже можем принимать всякие следующие теологии, они стоят цивиков. Поэтому 200 цивиков, поэтому пока не буду так распространить манихейство на манифер. И мы можем этими ребятами эти клетки покупать, передавать от города к городу. Но религия сама тоже распространяется помедленнее, чем если бы мы последователями это делали. И вот здесь мы наверное будем строить монастырь тогда. Сразу видите, тут даже рекомендуется. Ну потому что опять же тут роща. Так, три приказа наверное стоит рабочих перебрасывать сюда к строительству ворот и штар. Вот этих переброшу. пока мне не хватает тепаресов значит нам надо 600 камня 300 железа и 200 цивиков. Цивики есть, вот железа и камня немножко не хватает, но я думаю, что я куплю. этим сюда тоже идем, чтобы быстрее ворота и штар построить. Пока у нас лидер строитель, за счет чего мы можем намного быстрее это все и делать. Очень хорошо, что он кстати не город атаковал. Когда герцогиня Хатшипсут завершила обучение политики, чем она займется при дворе? Дипломат или герой? Наместником или послом мы еще хрен знает когда откроем послу, наверное героев возьмем, героем, чтобы ее назначить. Берениб младший является во дворе, чтобы от лица семьи омарно попросить вас контролировать двух старших служителей или же запасти 2000 единиц соцкапитала. Девушка не может похвастаться обаянь, но все же приводит весьма весомые доводы того, как себя скромная услуга поможет младить отношения между короной и знатной семьей. Ну, соцкапитала сейчас вам скажу, будет сложновато накопить, просто по той простой причине, что их лучше тратить на законы, на чудеса. А вот два старших служителя это кто имеется в виду? Кто такие старшие служители? Это специалист в святилище. Это надо будет в святилище строить. Это не в монастырях, не в храмах, так что я отказываюсь от обоих амбиций. Святилище я не хочу строить, потому что святилище будут, за счет этого будет основано египетское язычество. Я не хочу, чтобы оно распространялось. Так, 1010. Так, ну мы можем сейчас продать немножко еды. Оба. И все, нам хватает. Начинаем строить ворота Иштар. Сразу добавляем этого рабочего. Так, один из... Давайте добьем. Так, этими полечимся. есть прачник. Кстати, а тут ни у кого не появилось 90, 154. Но я могу следующим ходом, кстати... А, нет, не смогу, у меня не будет еще достаточного. Нам надо, короче, повышение еще сделать. Так, вот этот парень тоже бежит помогать. За пять ходов построим. Зашибись. Ну, дерево просто надо, чтобы монастырь строить. Я сейчас... У меня денег сейчас нету, чтобы его купить. Хотя 218. Может, еду попродавать еще. вот соточку продам сразу. Оба. И сразу куплю, наверное, строить. А что? А что, у нас две науки все-таки дает. И за счет монастырей быстрее распространение религии тоже происходит. так, тут продолжаем. А, у нас камня нету. Так, а что они еще делают? Юниты кавалерии. Блин, нам бы, конечно, бараки открыть и их строить по-хорошему. Ладно, давайте, наверное... Хотя, подождите, я же, наверное, нет, 50 камня многовато не куплю. Давайте совет проведу пока. пускай. Так, подходим прачником потихонечку. Наверное, сюда и сюда пока так. И у нас остается два разведчика. Давайте опять соль соберем. Хотя могут убить уже этого разведчика. Сейчас посмотрим. Вот не хочу. Я думаю, что это Карфагену оставим. Где-то там должен Карфаген уже подкрадываться. Наверное. О, первые цари начали умирать. Царь Ассирии мертв. Новый правитель занял... И мнение его о вас неизвестно, блин. Жизнь принцессы Эссенхе без полно трудностей и преодоления набрала плюс одну дисциплину. В манихейство у нас тут все переходят потихонечку. Так. Ну, вроде нормальное мнение о нас. Осторожное. Вот с Персией хреновое отношение, но к нам Ассирия поближе. Так, со смертью царя Риба Адада Благородного из-за Сирии правление перешло к царю Синахеребу Новому. Вскоре после этого узнаете, что Синахереб Новый отправил дипломатические дары всем соседним нациям, кроме вас. Так, либо не придавать этому значения. Ну, давайте не отправлять. Не хочу я сейчас на это тратить деньги. Блин, минус 68 сразу стало. Ни хрена минус 100 Черт. Интересно, а можно их объединять тоже, как и строителей? Да? Тоже ускоряет. Отлично. Так, здесь, наверное, с рыб начнем. Блин, это тоже дерево правда требует. Но всего 16. Нет, тем не менее. Так, мы уже следующим ходом сможем домики строить. у нас два последователя. Давайте, наверное, продолжим последователя. Я хочу манихейство точно распространить. Просто за счет этого мы опять же снижаем несчастье. За счет распространения манихейства. О, наконец-то семьи в плюсах. рамесит особенно важно. Так, нам надо следующее. Мы, наверное, закон будем принять. Каплю 400 цивиков, чтобы хоть какой-то закон принять наконец-то. Так, что мы в зао строим? Давайте одного рабочего мы уже сделали. Ладно, давайте еще рабочих. Тут домики надо будет много строить в миниферии. прачника и этот так два хода у нас два заряда. Я, наверное, тогда скаутом вот это пособираем. и сейчас следующим ходом пойдем зачищать этот лагерь. Четыре хода ворота Иштар. Отлично, пастбище открываем. Полис открыли, мы можем теперь строить деревни, которые постепенно превращаются в поселок, потом в городок, и они все больше и больше всяких бонусов дают. Так, давай, наверное, плюс 20, когда такой же юнит прилегает. Давай, наверное, этого сюда, этого сюда. сюда. Что-то быстро заряды закончились. Приказы все. Новое предложение брака для вашей дочери принцессы Эсенхебис Атамарны и Саитов. Так, давайте смотреть. Тактик мудрый, но не харизматичный. мудрый, но неотважный. Интриган. Ладно, а мнение у нас с Амарной так себе. Точнее, наоборот, с Амарной высокая, поэтому я, наверное, выберу тактика. Вот так, чтобы и с Саитами улучшить то же отношение. Так, все. Приказы закончились. Ну, похоже, и следующего поселенца я сюда веду, а тут уже в последнюю очередь город поставлю. И это расселение, наверное, закончено будет практически. Так, убиваем прачника. Вот этим проатакую. Будет так, с холма обзор дальше или дисциплина выше шанс. А, опыт. Каждый ход 4 опыта. Ну, давайте дисциплину. Крит прошел, 50 железа дали за счет захвата этого лагеря. Так, ну, отлично. Я следующим ходом, наверное, прачников повыше, чтобы выполнить амбицию. Это плюс 10 к легитимности, а каждые 10 легитимностей это одно очко, один приказ, короче. Видите, вот, например, 65 плюс 6,5 приказов. гонцы гонцы приносят вести из Персии. Царица Кассандра, нет, Кассандана первопроходится из Персии мертва. Новый правитель Аксарф Новый занял престол. Его мнение о вас какое расстроенное. Царь консорт перешел в манихейство. У нас все переходят в манихейство. Амарна обратилась в манихейство. Видите, стало плюс 260 отношения. Так, попробуем подружиться. Плюс 40 мнений, но минус 2 легитимности. Не, давайте вот, используя поездку как предлог, пошпионить и повезти об их землях. Плюс 80 науки. Вот это я хочу. И открыли животноводство. Приходит с предложением поженить вашу дочь Герсогению Хадшипсут и Аписа. Так, что у нас здесь? Фанатик. 42 года. Вообще староват. Давайте вот этого лучше. Мудрого Аписа из города Абуджи. А, подождите. Этот олигарх, он лидер, глава семьи Амарна, предлагает вот своего, я так понимаю, сына. Да, примем. Мне нравится. Представительные делегации из Персии прибывают в связи с предложением брака. Они хотят, чтобы вы вышли замуж за патриарха Бахрама сострадать. Так, у нас же есть муж. Не, я не хочу расстраивать сами тихо. Блин, двоемужество? Что-то вообще... Ага, вот теперь мы можем закон первый принять. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Рабство, свобода, колонии, крепостничество, единобожие, многобожие. Города с государственной религией. Я, наверное, единобожие приму. Деньги у нас пока достаточно. И так капают. Рабство я точно не хочу. Можно совершать действие, купить клетки. А тут крепостничество просто плюс пять приказов вход, но будет плюс одно несчастье. Нет, давайте вот единобожие у нас будет, ну сколько, три, наверное, уже приказа будет вход. Так что единобожие принимаем. у нас два, не, уже даже три города с религией. Три города с религией. Точность или кровожадный? Она кровожадный. Все, выполнили первую амбицию. Напоминаю, что тут и когда вы десять амбиций, это одна из возможностей победить в игре, выполнить десять амбиций. Так, фермы, не фермы, как бы, пастбище строим, потому что каждое пастбище плюс пол приказа. Так, ну я, наверное, одним... А, стоп, и здесь уже манихейство. Кстати, у меня во всех городах манихейство распространено. Так, ну надо, значит, еще и там монастырь где-то строить. Ну, на пустыне будем строить. Так, пастбище открыли, наверное, Одион открываем. Потому что это соседство для домиков будет. И следующим ходом ворота Иштар будут построены. Мы уже... Да, какие тут возможности победы? Так, Египет завершает ворота Иштар. принцесса сэнхэббис и принц консорт произвели на свет дочь по имени герцогиня Михаа. Это у нас следующая. Еще дисциплину... Слушайте, у нас наследница вообще такая неплохая будет. жители Абджу верят в справедливость и главенство закона, поэтому городские старейшины намерены укрепить правовой механизм и призвать людей участвовать в судебных процессах. Они предлагают ввести так называемую мистафорию, мистафория, плату для присяжных. Задумка обойдется недешево, но судам Абджу не будет равных. Это опять же за счет того, что город на следующий уровень развития культуры перешел, видите. Вот это недоступно, потому что у нас денег нету, но я сейчас что-нибудь продам, потому что это круто, видите, плюс 20% к цивикам, к культуре и, ну, правда, к содержанию тоже плюс 20%. Так, обязательный суд присяжных это... Нет, не нравится мне. Не вмешиваться в судебную систему, но опять же плюс 12 приказов только на этот ход будет. Я все-таки, наверное, училию, 480 монет надо. Есть. На рынке города Минифер тоже, видите, повысился уровень культуры. За провокацию населения был арестован человек. В чем его преступление? Устроив большущий костер, он стал декламировать свое священное учение. Ясно. Это не первый подобный случай. Этим последователям Заратустру удалось привлечь наш интерес. Так, распространяется Зарастризм в Минифере. Отпустить его и запретить Зарастризм. Это дело не стоит нашего времени. Дисциплина царит. Давайте, наверное, муштра мне не нужна. Давайте вот дисциплину возьмем. Минус 20 Зарастризм. Ну, у нас-то основное манихейство. В Заву прибывает младший сын царской семьи Персии. Он объявляет себя перебежчиком и большим почитателем египетской культуры. Так, возьмите под стражу. А вот у нас царица очаровательная. Я могу убедить его вернуться домой. Ух ты, мы получим 4 науки за торговлю с Персией на 40 лет. Зашибись, мнение с Персией улучшится. Я думаю, что это надо. Вот это надо. Итак, ворота Иштар построены. Все города плюс 100 культур. Поэтому и произошло культурное событие. Видите, плюс 100 культуры всем. Дальше у нас будет плюс один рост в этом конкретном городе за уровень культуры. Ну, зашибись. Красивые ворота Иштар. Ну, я думаю, это хороший повод на этом и закончить эту серию. Ворота Иштар построены. Дальше мы будем уже домики строить, развивать. Надо этот город заселить, место и этот город. Мы этого поселенца сделаем и следующего еще. И пока все, тут какие-то места. Вот сюда я точно не хочу селиться. Там неинтересно. А буду вот в эту сторону. Одну амбицию выполнили, но царица уже такая пожилая довольно для древнего мира. Но продолжение уже в следующей будет серии. Спонсоры канала могут прямо сейчас поискать во вкладке сообщества. Для всех остальных продолжение появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и Живе Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео. Субтитры